МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале час новостей. В студии Анна Черныц. Главное сегодня. Лишился трона. Несколько коттеджей, 20 земельных участков, 3 катера, 3 автомобиля. Сейчас имущество его арестовано в рамках уголовных дел. Королю обналички Станиславу Мацелевичу грозит 20 лет. От лишения свободы. Такое лето бывает раз в 50 лет. Только за прошлую неделю в регионе выпало больше 50 миллиметров осадков. Это показатель, превышающий норму за месяц. И это только начало. Омскую область накроют ливни, грозы и ураганный ветер. Вернется ли жара в регион? Хотят дышать полной грудью. А мечи снова жалуются на неприятный запах. Почему выбросы застаиваются в городском воздухе? И музыка предков, и 50 килограммов узбекского плова. Что интересного ждет Амичей в День России? 12 канал подготовил карту праздника. 20 лет лишения свободы и конфискации имущества грозят королю обналички. Так известного омского коммерсанта Станислава Мацелевича прозвали журналисты. Сегодня уголовное дело в отношении бизнесмена и его подельников начал рассматривать Центральный районный суд. Несколько дней уйдет только на зачитывание обвинительного заключения. В нем больше 13 тысяч страниц. Уже понятно, дело сложное и долгое. По версии следствия, Мацелевич и компания создали подпольную финансовую организацию и незаконно обналичили через фиктивные фирмы 9 миллиардов рублей. Впрочем, это не единственное уголовное дело в отношении Мацелевича. Куда он тратил деньги и при чем тут дольщики? Юлия Думанова расскажет. Конвой заводит Станислава Мацелевича в зал заседания. За время, пока шло следствие, он сильно похудел, но, кажется, не унывает, много улыбается. Сегодня ему предстоит ответить только на легкие вопросы. Год рождения, семейное положение. А вопросов к Мацелевичу у следователей много. Он уже три с половиной года находится под арестом. Правоохранительные органы опасались, что на свободе попытается мешать расследованию или скроется. Известно, что Мацелевич обращался в миграционную службу для получения гражданства Израиля. А на руках у него и подельников была крупная сумма денег. Вход в паутине. Окна забиты. Участок порос травой. Это дом Станислава Мацелевича. Два этажа, около тысячи квадратных метров. Не единственная его недвижимость. Еще несколько коттеджей. 20 земельных участков. Три катера. Три автомобиля. Сейчас имущество его арестовано в рамках уголовных дел. По версии следствия, Мацелевич и его подельники через фиктивные фирмы обналичили 9 миллиардов рублей. За свои услуги брали не меньше 3,5%. На этом заработали больше 200 миллионов. Еще миллиард удалось обналичить в банке, учредителем которого является семья Мацелевич. При обыске один из фигурантов дело пытался уничтожить. Часть документов одни сжег, другие постирал в стиральной машине. Подозреваемые, словно в шпионских фильмах, применяли методы конспирации и даже использовали специальный шифр. Определенные сведения касательно незаконной банки зашифрованы были, то есть использовались различные термины, которые были непонятны человеку при их изучении. Например, денежные средства аккумулировались или не аккумулировались, а камуфляж принялся такой, как фрукты. То есть лимоны, соответственно, подразумевалось, что там миллион рублей. Впрочем, это не единственное уголовное дело в отношении Мацелевича и его подельников. Еще одну сейчас рассматривает Первомайский районный суд. По версии следствия, ОПГ создала страховую компанию и похитила деньги клиентов. Больше полутора миллиардов рублей. Клиенты-застройщики по всей стране, около двух тысяч фирм. Среди них и те, что возводили дома на деньги дольщиков. Некоторые обанкротились. Потерпевшими по этому уголовному делу значатся люди, которым должны были выплатить страховку, в их числе и дольщики. Впрочем, свою вину Мацелевич ни по одному из эпизодов не признает. Только по делу об обналичивании денег ему грозит до 10 лет лишения свободы. Полторы тонны именно столько весят материалы этого уголовного дела. Только обвинительное заключение насчитывает 13 тысяч страниц. А всего в этом деле 486 томов. Кроме того, в суд доставили 37 коробок с общественными доказательствами. Уже понятно, что дело будет сложным и долгим. Юлия Думанова и Владислав Асинцев, 12 канал. В регионе отменили особый противопожарный режим. С 26 апреля нельзя было сжечь сухую траву и разводить костры. Сотрудники МЧС провели несколько десятков рейдов. Завели 19 уголовных дел. Еще 500 нарушителей заплатят штрафы на сумму больше миллиона рублей. И все же снятие особого режима не означает, что теперь можно бездумно разводить костры. Требования остались прежними. Жарить шашлыки можно только в специальных мангалах или жаровнях. Рядом не должно быть легко воспламеняющихся материалов. Стоит позаботиться и о наличии огнетушителя или хотя бы ведра с водой. Впрочем, сейчас Сомску грозят не пожары, а подтопления. Регион накрыл мощный циклон. Синоптики сообщают, первый месяц лета может стать самым дождливым за всю историю метеорологических наблюдений. Дачники бьют тревогу. Урожай под угрозой. А надоедливые мошки продолжают кусать о мечей. В чем причина природных аномалий и стоит ли ждать жаркого лета, выясняла Екатерина Булучевская. Разгар июня. А мечи до сих пор не верят, что лето наступило. Еще бы, вместо того, чтобы нежиться на пляжах под солнцем, горожанам приходится гулять под зонтами. Только за прошлую неделю в регионе выпало больше 50 миллиметров осадков. Это показатель, превышающий норму за месяц. И это только начало. Ливни, грозы и порывистые, а в некоторых районах области ураганный ветер. Такие капризы погоды, по прогнозам синоптиков, ждут о мечей во второй половине июня. Наш регион во власти мощного северного циклона. В Сибирь он пришел из Арктики. Хотя обычно, говорят метеорологи, в начале июня на Доомской области окружат атлантические воздушные массы. Они теряют всю влагу, пока проходят тысячи километров от Карибских островов до нас. Поэтому июнь за Уралом считается самым сухим летним месяцем. А вот то, что случилось в этом году, специалисты уже называют не просто аномалией, а историческим событием. Если говорить, что по итогам месяца получатся две месячные нормы, это очень существенная аномалия. По сути дела, такие процессы будут крайне редко. Может быть, в полувековой периодичности, раз в 50 лет. То есть, может получиться, что это будет вторым, третьим по объему осадков зависит период метеорологических наблюдений в городе Омске. Интересно, что в этот же день, два года назад, в Омске произошел природный катаклизм, который обсуждала вся страна. На город обрушился сильный ливень. Тогда его окрестили тропическим. Стихия бушевала несколько часов и практически парализовала движение в городе. Улицы превратились в реки, небо разрывали молнии. Но даже так катастрофа принесла куда меньше осадков, говорят метеорологи. На этот раз дожди будут заливать регион до конца июня. Дачники бьют тревогу, урожай под угрозой. Виктор Потапцев – садовод с 30-летним стажем. Говорит, такого дождливого лета еще не было. От переуложнения пожелтел лист у винограда, у малины также. Поэтому не хватает солнечной энергии. Спасение есть у садоводов – это теплица. Теплицу все не поставишь. Там огурцы, помидоры, вот такие. А деревья, их не спрячешь от дождя. Пострадала и главная гордость сада Потапцевых – груша. 25 лет плодоносила, а в этом году из-за дождей в ней завелась тля. Виктор сетует – вредители уничтожают листья слишком быстро. И до засушливых дней дерево может просто не дожить. Страдают из-за насекомых и люди. Повышенная влажность и тепло – рай для комаров и мошек. 10 градусов температура где-то достигла, они начинают плодиться. А для взрослых особей, вот как раз сейчас, температура 15-20 градусов. Это самая хорошая для них температура. В Омске больше сотни видов кровососов. Поэтому сейчас, говорят специалисты, отправляясь на прогулку, нужно не только опрыскивать себя репеллентами, но и надевать на лицо защитную маску. Кстати, в этом году примета «много мошек готовь под грибы лукошек» тоже, вероятно, не сработает. Из-за ливней в лесах по-прежнему стоит вода. И все же, несмотря на глобальный климатический сдвиг, настоящее лето в Омск еще придет. По словам синоптиков, уже в первые дни июля осадки прекратятся. Арктический вихрь сменит теплый антициклон из Казахстана. А он обещает полный штиль и ясные дни. Жители Омска сегодня вновь жалуются на резкий запах. В соцсетях пишут, что пахнет в разных районах города. От нефтяников до Масленникова и на Левобережье. Метеорологи объяснили, что происходит это из-за установившейся практически безветренной погоды. Она же виновата и в том, что в мае горожанам пришлось дышать сероводородом и этилбензолом. Содержание именно этих веществ в воздухе было превышено. Это относится ко всему Омску, за исключением, как ни странно, Кировского округа, где несколько дней горел мусор на свалке. Чтобы остановить рост уровня загрязнения, было объявлено три предупреждения для 40 предприятий. В Омске в ближайшее время начнут строить дублер улицы 70 лет октября. Контракт с подрядчиком подпишут уже на этой неделе, 14 июня. Компанию, которая будет возводить дорогу от метра моста до улицы Перелета, нашли только с третьей попытки. Стоимость работы оценили в 900 миллионов рублей. Контролировать ход строительства будет региональный Минстрой. Губернатор поручил ведомству проследить за эффективным и прозрачным использованием денег. Общая протяженность дороги почти 4,5 километра. Участок от метра моста до улицы 3-я Островская будет двухполосным, а проезжая часть до улицы Перелета четырехполосной. Закончить работы планируют к концу 2020 года. Дорога должна разгрузить улицу 70 лет октября от пробок, которые каждый день парализуют Левобережье. Пятерых омских выпускников заподозрили в списывании. Возможные нарушения зафиксировали онлайн-наблюдатели. Сегодня 5,5 тысяч омских школьников сдавали госэкзамен по обществознанию. За ходом испытания следили волонтеры. Они работают не только в пунктах проведения ЕГЭ, но и в ситуационном центре. Отсматривают видео со всех камер, установленных в аудиториях. Свои замечания в онлайн-режиме адресуют в пункты проведения ЕГЭ. А у организаторов есть буквально 20 минут, чтобы исправить недочет. Обращают внимание на организационные моменты, пристально следят и за выпускниками. Подозрение может вызвать любое нетипичное движение. Все детали нам, конечно, на таком расстоянии все равно не видны. Но какие-то неадекватные, наверное, движения. Долго повторяющиеся несколько раз при этом поза странная, весьма для обычной работы. Мы в таких случаях ставим метку подозрения на списывание. Самое громкое нарушение здесь зафиксировали в прошлом году. Во время ЕГЭ по русскому языку камеры сняли лежащие на партах словари. Причем в класс их принесли учителя, как потом объяснили по незнанию после экзамена у девятиклассников, где они были разрешены. В итоге двум выпускникам пришлось пересдавать экзамен в резервный день. Другая одиннадцатиклассница выдала себя сама, сумела пронести на экзамен телефон, но забыла отключить будильник. Он зазвонил как раз в разгар испытания. На этом экзамен для нее завершился. Еще одно серьезное нарушение – появление в интернете вариантов заданий. Многие выпускники выкладывают материалы в сеть, не зная, что этого делать нельзя. В этом случае результаты тоже аннулируют. Повторно написать экзамен можно будет только через год. «Россия – это мы» стала известна программа форума, посвященного Дню России, который состоится в Омске 12 июня. Как и год назад, народные гуляния пройдут на Любинском проспекте. Но в этот раз организаторы обещают более масштабное, разнообразное и продолжительное действие. А меча и ждут межнациональный фестиваль «Музыка предков». Здесь выступит приглашенная группа из Республики Беларусь. И вечерний концерт омских творческих коллективов. Подробнее обо всем в нашем обзоре. Празднование Дня России в Омске начнется в 12.30 с парада национальностей. Казаки, представители национально-культурных объединений и творческих коллективов со всего региона, всего больше двух тысяч участников, пройдут по Любинскому проспекту от юбилейного моста до главной сцены на площади Победы, где и состоится торжественное открытие праздника. В 13 часов начинают работу многочисленные локации. Они откроются по всему Любинскому и в его окрестностях. Россия — это дружба. На площадке у памятника врубили, а мечей ждут ярмарка народных промыслов, мастер-классы по старинным ремеслам, дегустация национальных блюд, игры и танцы. В театральном саду стартует межнациональный этнофорум «Музыка предков». Организаторы подготовили вокальный этнобаттл, джемсейшн по-сибирски, выступление белорусского коллектива «Сузорье». Здесь же откроется национальное костюмерное. Все смогут примерить одежду разных народов и сделать фото на память. Сразу две локации откроются на Ленина, 10. Россия — это культура. И Россия — это победа. Тут можно будет побывать на выставке оружия, угоститься солдатской кашей, поиграть в партизан и пройти курс молодого бойца. В сквере Дзержинского подготовят развлекательную программу для детей, а на одноименной площади развернутся битвы умов. А мечей приглашают проверить свою IQ, поиграть в интеллектуальные настольные игры, посмотреть зрелищные химические опыты и даже сфотографироваться в легендарной жилетке вастермана. Запланирована обширная программа для молодежи, выступления рокеров, рэперов и битбоксеров, экстремальные катания на веломобилях, селфи-баттл и док-шоу. В рамках фестиваля узбекского плова о мечам просвет съесть 50 килограммов этого блюда, деньги от продажи пойдут в пользу детей-инвалидов. В шесть вечера, когда все площадки уже закроются, на главной сцене начнется концерт. Омская ковер-группа «Стерео» и другие коллективы будут радовать мечей известными хитами до восьми вечера. Ну а я добавлю, что 12 июня страна будет отдыхать, поэтому завтра рабочий день должен быть сокращен на час, как предпраздничный. Это касается специалистов, которые трудятся пять дней в неделю по восемь часов. В следующий раз праздничный выходной выпадет на 4 ноября, День народного единства. Это понедельник, так что отдыхать будем три дня подряд. По следам пропавших животных в Омске заработал сайт по поиску домашних питомцев. Нарисовали на века. А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. Союз мультфильма отмечает 83-й день рождения, как в Омске продолжают традиции отечественной мультипликации. И снова встанет на защиту Ястребов. «Авангард» продлил контракт с Максимом Чудиновым. Амичи смогут задать вопросы Владимиру Путину. Традиционная прямая линия с президентом пройдет 20 июня. Сейчас идет прием обращений. Адресовать свои вопросы главе государства можно как по телефону, так и с помощью СМС. Номер единого центра обработки сообщений 8 800 240 40. Звонок бесплатный. Принимают их из любой точки страны. Вопросы в виде СМС или ММС сообщений нужно отправлять на номер 040 40 с телефонов российских операторов бесплатно. Главное условие – объем текста не должен превышать 70 знаков. Вести трансляцию прямой линии с президентом будут федеральные телеканалы. Начнется она 20 июня в 12 часов по московскому времени. Это все привело к стимулированию вывоза. Пропавшие животные на одном сайте в Омске заработал сервис по поиску пропавших собак и кошек. Разместить объявления здесь могут и те, кто потерял питомца, и те, кто их нашел. К заметке с приметами и контактными данными можно прикрепить фото, а также указать район, где было найдено или потеряно животное. Объявление увидят пользователи, которые оказались вблизи этого места. Пока на Омской странице нет ни одной записи, но свою эффективность сервис уже подтвердил в Екатеринбурге. Там его запустили в апреле, и за это время каждый шестой питомец, о котором рассказали на сайте, вернулся к своим хозяевам. Шанс обрести семью получат и бездомные собаки уже со следующего года, когда в силу вступит новый закон о гуманном обращении с животными. Их перестанут усыплять, как это делают сейчас, спустя полгода после отлова. В спецавтохозяйстве животных будут стерилизовать и отпускать на свободу. Неагрессивных псов отметят специальными бирками, так что желающие смогут их привитить. А пока специалисты ищут хозяев для 530 собак, столько псов содержится сейчас в вольерах. Омские аниматоры отмечают день рождения «Союзмультфильма». Эта крупнейшая кинокомпания была создана в Москве в 1936 году. И за свою почти вековую историю выпустила немало мультфильмов, которые сегодня возглавляют рейтинг самых популярных у зрителей. На работы киностудии ориентируются художники со всего мира. Как в Омске продолжают традиции отечественной мультипликации. И почему день рождения организации для аниматоров почти профессиональный праздник, расскажет Наталья Бельская. На этих снимках святая святых для всех аниматоров. Кукольные мастерские, мольберты с эскизами, художественные декорации. В 2017-м Маргарита Титова, педагог областной станции юных техников, побывала в старом здании «Союзмультфильма». Там, где когда-то создавались «Карлсон и малыш», «Чебурашка и гена», «Паровозик из Ромашкова», «Волк и теленок». Я когда увидела такая папаня, он был в музее, и это была такая встреча с детством. Увидеть вот этих маленьких персонажей, «Чебурашечка», он такой маленький, это был, конечно, такой волнительный момент. Киностудия «Союзмультфильм» была основана в Москве в 1936 году. И практически сразу стала фабрикой чудес. Художники старались удивить своих маленьких зрителей. В работу шли самые разные техники. Необычная прорисовка, например, в лентах «Снежная королева» и «Необыкновенный матч». Удивительно живые Майдадыр и Бармалей. Все их движения через пленку скопировались людей. Ну и, конечно, знаменитые кукольные мультфильмы. Даже спустя годы ленты киностудии во главе рейтингов по популярности. В 2003 году «Ежика в тумане» японцы признали лучшим фильмом за всю историю мультипликации. А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. Работу современных аниматоров невозможно представить без компьютера. Но, уверен Денис Астанин, именно создание кукольных или пластилиновых мультфильмов позволяет автору проявить талант в полной мере. Дети в этих мультфильмах себя проявляют как художники, как скульпторы, как художники-аниматоры и как режиссеры даже. Специальности анимации в Омском музыкально-педагогическом колледже всего два года. Но здесь уже сняли свой первый кукольный мультфильм – «Песня собаки» на стихи Сергея Есенина. День рождения любимой киностудии Денис Александрович показывает студентам макет. Уменьшенная копия Рязанской деревни, в которой, благодаря фантазии ребят, закипела анимационная жизнь. У каждого времени свои мультяшные герои, яркие образы, созданные разными авторами. Одинаковы, пожалуй, в одном. Для человека с самого детства они становятся близкими друзьями, о которых он, даже повзрослев, уже не забудет никогда. Наталья Бельская, Сергей Гаев, 12 канал. По следам Беринга через Омск наш регион стал частью самого протяженного туристического маршрута в мире. Проложить его решился путешественник из Перми Эльдар Маматов. Вместе с командой единомышленников он отправился дорогами Витуса Беринга и Алексея Чирикова, воеждж которых в свое время получил название Камчатских или Великих Северных экспедиций. Путешественники тогда открыли Северо-Западную Америку, подтвердили наличие пролива между Азией и Америкой и нанесли на карту Курильские и Командорские острова. Это далеко не полный перечень открытий. Современные последователи Беринга сейчас исследуют Уральский и Сибирский маршруты. За 39 дней команда преодолеет 12 тысяч километров через Бурятию, Хакасию, также Алтайский, Краснодарский, Пермский край, Курганскую и Омскую область. В крупных городах путешественники находят так называемое место рождения, точка, где началась история региона. В Омске это, к примеру, шар бугольца. И отмечают их на интерактивной карте и в онлайн-путеводителях. Конечно же, в Омске они были и есть архивные документы. Мы, прежде чем приехать, подготовились очень основательно с тем, чтобы рассказать путешественникам о том, что Омск тоже находится на пути следования камчатских экспедиций. Он интересен. И мы сейчас показываем эту историю с позиции первой половины 18 века. Как же жили здесь люди, да? Как основывался город? Чем они питались? Как они были одеты? Какие были цели, помыслы? Мы начинаем забывать о великих открытиях, о том, что наши россияне путешествовали, изучали, открывали новые страны. Сейчас, наверное, это очень, наверное, в нашем мире актуально, показывая роль и значение России, русских путешественников, русских исследователей в освоении мира. о выстраивании взаимоотношениями с разными странами. Ну, а в России, так сказать, для России это важно, взаимосвязь регионов. Экипировку Ильдар Маматов выбрал не случайно. Ездят по стране в костюме ученого-путешественника 18 века. Все продумано и выверено до мелочей, в том числе и оружие. В те времена это был необходимый атрибут экспедиции. А перемещались академики под охраной. Ведь по пути можно было легко встретить грабителей. В Омске исследователя встретили в музее просвещения. В этом здании в конце 19 века располагался музей Западно-Сибирского отделения Русского географического общества. Из нашего города странник отправился в Казахстан, но обещал вернуться как раз к российско-казахстанскому форуму, прочесть подробную историческую лекцию и провести кулинарный мастер-класс по национальной кухне. Сыграть свадьбу по древнеримским обычаям, прогуляться по Диснейленду и даже встретиться с Людовиком XIV-мамичи смогут на симфо-рок-парке. Музыкальный опен-эйр пройдет традиционно в парке на Королево 17 августа. На сцене установят три экрана, два по бокам и один за оркестром. Здесь покажут крупные планы дирижера, музыкантов и зрителей. А для каждого инструмента установят свой микрофон. Это сделает звук сильнее и чище. Все творческие зоны объединят одной темой прогулка по разным эпохам. В половину 12 утра на основной сцене начнется детский концерт. В два часа меломаны смогут насладиться танцевальной музыкой Пьецолы и Моцарта. Позже здесь прозвучат ретро-шлягеры, кино и эстрады, а также популярная инструментальная классика произведения Рахманинова, Вагнера и Вивальди. Задержится в авангарде минимум на сезон. В хоккейном клубе прервали молчание и обнародовали долгожданную трансферную новость. Клуб продлил контракт с Максимом Чудиновым. Опытного защитника хотели сохранить в команде. Об этом сообщил президент Максим Сушинский. И отметил, что со своими прямыми обязанностями Чудинов справлялся отлично. Лучше всего защитник зарекомендовал себя в матчах на вылет с Борысом. Расстрелы от синей линии, который устраивал 73-й номер, во многом позволили решить исход серии в пользу красно-бело-черных. Добавлю, что в авангарде по-прежнему остаются вакантными три легионерские позиции. Закрыть некоторые из них обещают уже на этой неделе. И как только документы будут подписаны, клуб озвучит долгожданные новости. О других новостях спорта в обзоре от Алексея Дарьева. В Монако стартовал международный турнир по плаванию «Мариностром-2019». В первый день соревнований на счету россиян оказалось 9 наград, в том числе и 3 золотых. Одним из триумфаторов водных дорожек оказался мич Мартин Малютин. На дистанции 400 метров вольным стилем он показал время 3 минуты 47,47 секунды, которая позволила ему занять верхнюю ступень пьедестала. Марина Ковалева вновь взяла золото томского марафона. Беговое событие объединило 4131 участника на четырех дистанциях. На главную, марафонскую, вновь вышла наша землячка. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике, двукратная победительница сибирского международного марафона, победительница и призер международных марафонов в Лиссабоне, Риме и Бухаресте, а также лидер первого томского марафона Марина Ковалева. В прошлом году мичка преодолела 42,2 км первой за 2 часа 40 минут 10 секунд. На этот раз Марине удалось подтвердить свой чемпионский титул со временем 2 часа 42 минуты 11 секунд. Виталина Бацарашкина стала лучшей на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия на призы президента Стрелкового Союза России. Соревнования проходят в эти дни в Подмосковье. В олимпийском упражнении пистолет пневматический 10 метров отрыв о мичке от соперниц в итоге составил 3,7 очка. Более чем уверенная победа. И последнее. Молодежная сборная России по баскетболу начала подготовку к первенству Европы, которая пройдет с 1 по 12 августа в Чехии. В состав нашей национальной команды вызвана воспитанница омского баскетбола форвард-нефтяника Арсения Матвеева. Алексей Адареев, 12 канал. Свежая партия цветов появилась на омских клумбах. Специалисты продолжают украшать городские парки и скверы. Заморозков уже можно не бояться. Сейчас в город завозят рассаду. Всего этим летом на омских клумбах зацветут больше миллиона бегоний, петуний и цинерарий. Каждый год пытаемся какие-то носить изменения, что-то местами менять, другие виды использовать. Но все равно у нас очень много ограничивается, конечно, климатом. То есть все, что мы хотим, бывает, что замерзает. Наконец-то в наш город пришло лето. Дождались. То есть теперь мы не боимся ни заморозков, ничего как бы. Начался массовый завоз рассады. В этом, на данном участке высаживается рассада, как наша, так и от поставщиков из Екатеринбурга. То есть цинерария наша, а вот все цвета петуни – это Екатеринбург. В рамках исполнения контракта. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Офис нового формата предприятия «Росгострах» открылся в нефтяниках. Старейшая в России страховая компания изначально создавалась для защиты имущественных интересов клиентов, граждан страны. В преддверии своего столетия «Росгострах» запустил новую агентскую модель, направленную как на повышение престижа профессии агента, так и на повышение самой страховой услуги для населения. До конца года по всей стране планируют открыть 50 офисов нового формата, где агентам созданы условия для комфортной работы и даже отдыха. Никита Смирнов с подробностями. «Росгострах» открыл в нефтяниках офис нового формата, в котором компания создала комфортные условия труда для агентов. Он оформлен с использованием единых корпоративных стандартов, дизайна и брендирования. Для сотрудников создано полноценное комфортное рабочее пространство, и многие из них уже по достоинству оценили такой подход. В таком формате в Омске офис открывается впервые. Открытие – это реализация новой агентской модели, которая сейчас осуществляется по территории Северо-Российской Федерации. Что дает для Омска? Я считаю, что это престиж. Я считаю, что это развитие для агентов и возможность реализации новых каких-то продуктов, возможностей. Прошлый год стал для «Росгостраха» переломным. По его итогам, компания впервые за последние три года получила прибыль. Это позитивный тренд подтвердили и результаты работы в первом квартале 2019-го, который также был завершен с прибылью. В 2018-м организация успешно завершила кардинальную трансформацию бизнес-моделей продаж по повышению качества работы в автостраховании, что наконец позволило покончить с субыточностью ОСАГО. В 2019-м году компания ставит перед собой амбициозные цели. Мы делаем фокус на «Рос» по ключевым бизнес-направлениям, в частности, в страховании имущества граждан. Мы ставим задачу, чтобы каждый страховой агент был профессиональным финансовым консультантом, который способен быстро и точно оценить стоимость недвижимости своего клиента, помочь в определении потребностей в страховой защите. С открытием офиса нового формата у агентов «Росгостраха» есть возможность работать с комфортом, приглашать на встречу своих клиентов, чтобы оказывать им страховые услуги более высокого качества. Хороший агент – это всегда довольный и защищенный клиент. Никита Смирнов, Олег Ковальчук, 12 канал. И о погоде. Завтра, 11 июня, по области, в Омске пасмурно дожди. Температура воздуха в районах ночью 13-17 тепла, днем до плюс 26. В Омске в ночные часы плюс 16, днем 27 жары. Ветер юго-западный 15 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Таковы итоги сегодняшнего дня. Увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»